Я всех приветствую. Сегодня пятница. У нас очередной вебинар Fanville. Последний раз мы встречались с вами месяц назад и обсуждали новые отельные телефоны. Но у нас сегодня другая новинка. Это новая система управления устройств Fanville Device Management Cloud System. Коротко называют ее FDM-CS. Возможно, некоторые сталкивались с нашими проблемами. Предыдущей системой FDM-S, которая называется без буковки Cloud. У меня будет сравнение. Мы подробнее об этом поговорим далее. Сегодня на вебинаре мы рассмотрим систему. Посмотрим тот функционал, который пытались заложить. Я даже в браузере зайду внутрь этой системы. Произведу некий демо-обзор. Я скажу то, к чему мы стремимся. То есть какой функционал у нас появится в этой системе. Потому что, хоть она совсем недавно еще была в бета-версии, уже через пару месяцев это будет абсолютно вылизанный, законченный продукт. В конце вебинара я отвечу на ваши вопросы. Вопросы наверняка у вас возникнут, так как устройства Fanville многим уже знакомы. А вот программное обеспечение от Fanville всегда оставалось в тени. Итак, мы по этой картинке можем определить, какого рода перед нами профессионал. И точно так же можно рассуждать о том, какой вы специалист, как вы умеете настраивать наше оборудование. Телефоны в частности. Давайте кратенько перечислим то, какие вообще способы настройки оборудования Fanville у нас допустимы. Мы приобрели IP-телефон, мы достаем его из коробки, втыкаем питание, либо сетевой кабель, если он сразу поддерживает ПОЭ. Телефон у нас загружается. Вы, если у вас недостаточная квалификация, вы не инженер, не телефонист, вы, может быть, директор небольшой компании, вы видите что-то на экранчике, вы можете, если вы хотя бы знаете, что такое IP-адрес, как работает сеть, какие-то базовые понятия, вы видите этот IP-адрес или вы посмотрели влоги DHCP-сервера, администратор вам подсказал вы, вбиваете этот IP-адрес в браузере, стандартно вводите логин, пароль, админ, админ и начинаете настройку SIP-аккаунтов, которые будут регистрироваться на SIP-сервере. Это самый простой способ. Другой простой способ – это сделать настройку непосредственно с экрана. У нас есть клавиши навигации – вперед, право, вверх, вниз, подтвердить. Вы можете прямо на самом телефоне вбить IP-адрес устройства, вбить SIP-лагин, SIP-пароль, телефон в принципе тоже зарегистрироваться и базовый функционал будет работать. Если мы говорим о более сложной настройке, это уже некий провиженинг телефона. Это может быть полезно, когда у нас большое количество этих телефонов, может быть, десятки, сотни, и поэтому уже имеет смысл как-то заботиться о том, чтобы ввести в строй вот эти телефоны. Не каждый настраивает там по 3-5 минут, все-таки там 3-5 минут на сотни телефонов, и того можно неделю только заниматься только этим. А вы можете сделать заранее какие-то конфигурационные файлы, которые телефон воспримет. У нас есть, разумеется, мануалы по вот этому автопровиженингу. Есть примеры XML-файлов, которые вы должны скармливать этому телефону. И если вы преднастроили ваш FTP, FTP, HTTP-сервер, который может отдавать эти файлы, то вы достаете наш телефон FanVille, втыкаете сеть. Если на вашем HTTP-сервере может быть запрограммирована опция 66, в которой он будет передавать этот URL, и телефон по своему MAC-адресу будет уже забирать этот конфигурационный файл, и уже при первичном включении он у вас сразу будет настроен. Вам останется только выбрать на экране язык, с которым вы хотите взаимодействовать с этим телефоном в будущем. Недавно я узнал, что у нас есть некоторое API, и мы сможем делать getPost-запросы, отсылать на телефон именно конфиг. То есть если у нас телефон уже как-то преднастроен, мы не хотим, чтобы он с какой-то периодичностью сам обращался на этот сервер, забирал свой конфигурационный файл. То есть есть некие команды, которые можно посылать, и конфигурация телефона будет видоизменяться. Мы поговорили про опцию 66, есть еще другие способы провижнинга, это TR-069 или PNP провижнинг. Этот провижнинг используют многие производители телефонных систем. Я сталкивался с 3CX, сталкивался с российской разработкой MicoPBX, она ранее называлась как Ascosia. Также производители XORCOM, ZUCO, OpenVox тоже делают такой провижнинг, когда АТС и телефон находятся в одной сети, при включении нашего телефона в сеть он отсылает широковещательный пакет, скажите, пожалуйста, где мой конфигурационный файл, и АТС ему сама сообщает, да, я вот слушаю на таком-то порту, я тебе готова этот файлик отдать. Телефон его забирает и настраивается. Ну и еще один способ, который существовал в нашем оборудовании, но он был непопулярен, это некая система коллаборации системы FDPS и FDMS. FDPS – это сервер провижнинга, это, ну, стоит о нем пару слов сказать, потому что он все равно будет связан с темой нашего текущего вебинара. То есть это был тоже облачный сервер, на который вы нигде не устанавливали, вы просто получали на него доступ. Заходили, и у вас там была возможность вбить MAC-адрес телефона, либо вбить его как-то массово в виде там Excel-файла его залить. То есть наш облачный сервер, он понимал, что у него есть готовая ссылка о том, где будет лежать конфигурационный файл для данного телефонного аппарата. То есть вы могли купить телефон, у него есть именно приоритет, то есть первично при загрузке он посылает запрос на наш облачный сервер FDPS, и сервер FDPS ему отвечает, да, для тебя, мой дорогой друг, есть конфигурационный файл, вот сходи, пожалуйста, по этому протоколу, там, по HTTPS, вот, на тот вот IP-адрес, и возьми этот файл. И зачем нужна была система FDMS? Она могла содержать в себе вот эти конфигурационные файлы различные, и когда приходил запрос, она по тоже различным протоколам могла уже именно передавать настройки SIP-конфига, там, IP-адрес ATS, если это домофон запрашивал, она могла на него карточки AirFit там тоже загружать, можно лог уже было смотреть, то есть это именно сервер управления устройствами, и вот была такая комбинация, это был, да, не очень популярный способ, но, тем не менее, он работал, и поэтому стоило о нем сказать. Итак, давайте перейдем вот к теме нашего вебинара, это система Fanville Device Management Cloud System. Эта система заменит ту систему FDMS, которая у нас, она была, то есть это абсолютно новый продукт, это переписанный веб-интерфейс, вот, и, как вы можете увидеть на этом экране, он также взаимодействует с нашим системой Distributed FDPS, это у многих вендоров он тоже есть, сервер некого провизжинга, есть у компании E-Link, есть у компании SNOM, я слышал, у компании Grandstream, вот, но мой коллега, который ведет вебинар на английском языке, говорит, что наша система, она отличается, и я думаю, вы, если сталкивались с разными системами, вы поймете, что есть у нас некий бонус, что у нас эта система, она будет интегрирована, то есть в управлении FDMCS, вы, там будет при добавлении новых устройств Fanville в эту систему, она автоматически будет и отправлять данность в FDPS. Вообще, как производитель Fanville, мы поддерживаем абсолютно все наши устройства, нашу XS, XU серию телефонов, Android телефоны, отельные телефоны, мы, здесь на слайде они подразделены еще устройства безопасности, это домофоны, интеркомы, но мы понимаем, что они не очень сильно отличаются, также наше устройство оповещения PA2, PA3, новые PA2S, и вот консольный телефон A32i, они тоже будут поддерживать систему FDMS, так что вы, как вы можете быть уверены, что у вас появляется новый удобный инструмент, как вы можете настраивать устройства Fanville, а не как обычно по старинке в браузере. И, значит, это облачный сервер, он позволит вам экономить ресурсы компании, то есть мы развернули это на своих серверах, теперь запуск любого количества телефонов, он будет происходить у вас быстрее, то есть это может быть особенно интересно каким-то интеграторам и производителям телефонных станций в том числе. Вы экономите свои ресурсы, разумеется, время, вы не вкладываете деньги в свою инфраструктуру, вам не нужно ее обслуживать, вам не нужен какой-то квалифицированный инженер, который разбирается во всех тонкостях провиженга, какой-то сетевой администратор, потому что все осуществляется через веб-интерфейс, даже дальнейшая настройка телефона, она там настолько глубока, что помимо зеркалирования интерфейса телефона, то есть то, что все, что вы можете настроить в браузере, вы также сможете настроить это в системе FDMS. Более того, вы можете перейти в режим текстового редактирования, и если вы когда-то сталкивались вообще с XML-файлами от нас, как бы вы точно так же можете писать эту XML-ку и заливать ее на телефон. Немножко сравнение, что у нас было раньше и что стало сейчас. На данный момент мы предоставляем этот сервер FDMS, абсолютно бесплатно, мы будем предоставлять его бесплатно, и он работает на наших серверах в облаке. Коллеги сообщили, что в будущем можно будет установить некую интерпрайс-версию локально у заказчика, то есть мы понимаем, что есть банки и вообще какой-то финансовый сектор, в которых нету возможности вынести, дать телефону возможность выхода в интернет. Как бы вы там не доверяли нам как производителю, есть некие правила бизнеса, что у нас только все должно работать на локальной маршрутизации, и принципиально никакого доступа в интернет не будет. И поэтому для таких компаний мы, конечно же, предложим локальную версию FDMS. Мы уже несколько месяцев испытываем этот сервис. Кто-то был у нас в рамках бета-тестирования. Я думаю, каких-то недочетов так и не было найдено. И поэтому мы уверены, что наш софт надежен и поддерживает огромное количество подключаемых устройств. Если сравнивать его со старой системой FDMS, то у нас была возможность установки этого сервиса только на сервера клиента. То есть можно было на виртуальную машину установить, можно было и на аппаратный сервер. Но это потребление электричества, это опять дальнейшее администрирование, возможность, если вам нужно резервирование, это еще накладывало какие-то там мощности. Поэтому я рад, что теперь у нас есть именно возможность установки в облако. Тем более старый софт FDMS устанавливался только на системы Windows. Мы знаем, что подавляющее число веб-серверов в сети, они все-таки используют Linux, FreeBSD или еще что-то. И я лично сталкивался, когда администраторы компании писали, что есть какие-то проблемы при установке этого веб-сервиса, там какой-то требовался, может, точка на этот фреймворк не установлен. Когда сервера корпоративные, а все-таки речь про большие компании чаще всего идет, там есть домены, есть различные политики, которые там были разрешены или запрещены пользователями. Потом мы плотно работали с нашей поддержкой, чтобы это решить. Ну, в общем, это было не очень правильно, не очень гладко, поэтому теперь есть только облако, и Enterprise-вариант будет доступен позже. Вот мы немножко приближаемся еще к функционалу, который был заложен. Это некое делегирование полномочий, разбиение компаний на какие-то подуровни. Помимо того, что вы получили этот доступ, мы понимаем, что вы дистрибьютор есть или интегратор, у нас есть коммерческое разделение, компания-ресейлер, компания-субдистрибьютор и так далее. Тут подход существует тоже самый, но он более технически направленный, что вы администрируете оборудование клиента, вы можете предоставить ему доступ, в целом видеть какую-то информацию о всех устройствах, которые были заведены у этого пользователя, но, разумеется, никакой там записи разговоров о каких-то конфигурационных файлах именно телефона у вас не будет. Здесь показано, как пример, что у нас двойной NAT, я думаю, это должно работать. То есть телефон с какой-то периодичностью отправляет пакеты на внешний сервер и оставляет порты открытые, соответственно, и потом и в DMCS может через эту дырочку достучаться. Эти все телефоны и оборудование FANWILL, домофоны в том числе, которые вы добавили, их можно потом прозрачно перемещать между различными филиалами компании или различными партнерами-интеграторами, которых вы там заводили. Это тоже функционал доступен. Итак, как же оно работает? Давайте посмотрим на схему. Первоначально вы должны зарегистрироваться в системе FDMCS. Как это сделать, я расскажу чуть попозже. Вы регистрируетесь, у вас есть доступ, вы вбиваете устройство, MAC-адрес устройства, либо один за другим, либо выгружаете какой-то Excel-файл и ставите там галочку, что нужно передавать в систему FDPS об этом или нет. Вы спросите, а как же не нужно? По-любому этот сервис должен взаимодействовать с системой FDPS напрямую. Но FANWILL все-таки оставляет возможность, что вы можете использовать FDMCS сервер, если вы на своем DHCP сервере в опции 66 укажете, что телефон должен стучаться на наш сервер, и тогда уже вот эта опция 66 от DHCP будет заменять наш сервер FDPS. Ну и по этой схеме после того, как вы добавили устройство и включили телефон в сеть, он первым делом запрашивает на сервер FDPS. FDPS ему сообщает, да, такой-то конфигурационный файл есть на сервер FDMCS, иди туда. Телефон туда идет, и уже когда он сделал первичный провиженинг, более сервер FDPS ему не нужен, и все дальнейшее общение уже происходит у нас в сервере MDMCS. Сам конфигурационный файл, заливаем прошивки, заливаем какие-то фон рабочего стола, заливаем уникальные мелодии вызова, ну и все то, что вы обычно привыкли настраивать на оборудование FANWILL. Веб-интерфейс, там это наша гордость, достаточно все понятно и просто, русский язык, к сожалению, пока отсутствует. Я знаю, что с китайским много будет проблем, но английский тоже достаточно на высоком уровне. Интуитивный, понятный интерфейс, он скажет вам, сколько пользователей у вас заведено в системе, сколько устройств доступно, сколько у вас организаций добавлены, филиалов в компании. Вы сможете увидеть какие-то диаграммы, увидеть, какие устройства у нас в сети, какие нет. Ну и также мы сможем получить какие-то уведомления от этой системы, но это тоже об этом скажу в отдельном слайде. Ну и говоря об общении с внешним сервером, мы готовы как бы вас уверить, что весь трафик между этим сервером, он шифруется, никакие записи разговоров мы не получаем, то есть там ходит только текст. Вот используем безопасный HTTPS протокол и весь наш FDM-CS кластер, он развернут на мощностях Alibaba. Понимаю, что в России и СНГ может быть не очень известная площадка, но в азиатском регионе они сравнивают себя с Амазоном, поэтому говорят, что про надежность и доступность этого сервиса вы можете не переживать. Итак, как получить аккаунт от вот этого облачного сервера от Fanville? Во-первых, вы можете увидеть ссылку, по которой вы сможете перейти, но вас встретит только окно авторизации и даже пока нет возможности провести регистрацию именно на этом устройстве. Пока есть два способа. Если вы ранее использовали систему FDMS, то система FDM-CS автоматически вам отправит сообщение, что переходите на наш новый портал. Либо вы можете постучаться к вашему менеджеру Fanville, к вашему дистрибьютору, зависит от вашего уровня сотрудничества, и мы активируем вам этот доступ. Мы всего лишь просим сообщить те же типичные данные о компании, которые мы запрашивали ранее для системы FDMS. То есть вы как-то себя идентифицируете, сообщаете имя, телефон, контактный e-mail, желательно название компании. Мы на этот e-mail отсылаем вам invite, там ссылочка будет действовать, если не ошибаюсь, порядка трех дней. И вы активируете, вбиваете свой логин, пароль, и можете уже начинать пользоваться системой. Поддерживаем устройство. Это все устройства, выпущенные за последние 3-4 года. То есть у нас X-серия, она появилась в 2018 году, и все телефоны X1, X1-S серия, X3, X3-S, говоря об отельных телефонов, которые выпускались, и телефоны высокого уровня, это и Android-телефоны, и с различными цветными экранами, они тоже, разумеется, все поддерживаются. Также поддерживаются наши ответные части, которые вы можете запровиженить, и шлюзы оповещения, и некоторые домофоны. На выставке «Связь 2021» мы представили новые IP-телефоны Fanville. Это Lite Pro серия. Она не сказать, чтобы заменить полностью предыдущую линейку XS, то есть они в какой-то период времени будут существовать параллельно. Вы многие знаете, что сейчас в Китае и во всем мире есть проблемы с чипами, поэтому мы в неком экстренном режиме производим обновление линейки. Повышаем функционал этих телефонов, приближаем к лидерам отрасли. К примеру, у нас сейчас телефон X3S Lite. Он будет иметь экран с разрешением 132 на 64 точки. Он будет также иметь кодеки, которые по жизни никто не использует, но очень часто их добавляют в тендерную документацию. Также там можно будет собирать конференцию локальную на 6 участников, хотя у конкурентов некоторые 5. Ну, в общем, мы подтянули. Теперь можно будет закладывать наше оборудование в Fanville и предлагать как альтернативу многим тендерам. Я думаю, совсем скоро проведем следующий вебинар, который будет посвящен именно Lite и Pro серии. Она будет называться X3S. Это, конечно, не очень нравится, потому что у нас возникает большая путаница. В том смысле, что у нас так была ревизия. Один телефон X3S, потом появился X3S ревизии второй, и телефон и внешне выглядел по-другому. Там были дополнительные кнопки, и он имел большее количество линий, функционал отличался. И поэтому теперь у нас появляется еще X3S, который будет Lite и Pro, и будут отличаться именно цветным экраном или черно-белым. Поговорим об этом попозже. Я пока не готов массово делать какое-то уведомление. Но, да, нас ждет новая серия телефонов, которая будет жить параллельно со старыми в самом ближайшем будущем. Итак, говоря о функционале. Сейчас я перейду в веб-интерфейс. Мы там посмотрим по пунктам, что именно хотели разработчики туда заложить. Ну, помимо именно provisioning устройств, это загрузки конфигурационных файлов, загрузки мелодий прошивок, массовое обновление. Мы закладываем еще различные оповещения. На e-mail можно получать информацию о статусе устройства, если что-то произошло. Можно пуш-сообщения от сайта получать, если у вас окно браузера открыто, и разрешен прием таких вот пуш-сообщений. Вы управляете телефонами, управляете домофонами, можете собирать статистику входа каждого там пользователя. Ну, давайте к этому перейдем и посмотрим. Еще несколько слайдов до того, до непосредственно работы в системе. Мы регистрируем вам аккаунт, и у вас появляется возможность сделать аккаунты для своих партнеров. Если нас смотрят, может быть, и наши дистрибьюторы, субдистрибьюторы, то есть, может быть, не имеет смысла каждый раз писать в поддержку Fanville. Если вы знаете, что это партнер, партнер вам лоялен, то вы можете самостоятельно уже делать новые аккаунты для своих партнеров, которые уже закупают оборудование у вас. То есть, у вас есть аккаунт суперадминистратора. При создании нового аккаунта вы ему можете позволить создавать еще как бы субаккаунты. В общем, там очень глубокая система. И к этому вебинару я предложил, наверное, 50-страничный документ PDF, и, собственно, сама презентация тоже здесь подгружена, и можно будет ее скачать и посмотреть. Но Fanville говорит о том, что очень много разделений на полномочия. То есть, вы можете создавать несколько компаний, может быть, несколько филиалов внутри компании. Вы можете создавать много администраторов. Вы можете давать каким-то администраторам доступ на чтение, на изменения. Проще, наверное, сейчас будет показать, чем это объяснять. Но еще парочку слайдов мы по этому посмотрим. После того, как вы создали несколько организаций, вы создали администраторам, говоря о конфиденциальности, я этот момент тоже уже озвучивал, что мы можем запрещать пользователям просматривать информацию, касающуюся непосредственно оборудования. То есть, вы как администратор, вы создаете аккаунт своему партнеру, интегратору, и если вы производитель АТС, вы тоже создаете кому-то. Но вы не можете видеть именно сами конфигурационные файлы. вы увидите только общую статистику, что у него такое-то количество телефонов, и они там находятся в таком-то статусе. Этот сервер с FDMCS, он не заменяет какие-то профессиональные системы мониторинга, типа Zavix или Nagius. То есть, вы там... Не нужно делать алерты, уведомления на статус каждого устройства. Тут смысл такой, что если что-то глобальное произошло, и, например, вы видите, что 200 телефонов в какой-то организации отворились, то тогда вы уже сможете как-то повзаимодействовать, набрать эту компанию, спросить, у вас вообще все хорошо, что у вас электричество пропало, или что у вас коммутаторы отключились. То есть, вот такой функционал, он может быть вполне полезный. Ну и говоря про настройки прав, пример разобран, что когда вы создаете пользователя нового системы, вы потом ему даете какие-то права, но, разумеется, вы не сможете дать права, если вам они не были предоставлены администратором выше. То есть, это тоже момент мы предусмотрели. Вы сможете руководить только там своей организацией, которая была вам делегирована. Итак, кратенько. Значит, система FDMCS, она позволяет управлять устройствами, то есть мы массово можем их загрузить в виде там Excel файла, причем сам образец Excel файла вы можете скачать именно в самой системе, чтобы потом его заполнить уже и загрузить готовый. Вы можете осуществлять мониторинг устройств, там видеть их статус, подключены к системе, не подключены, все ли линии у них там зарегистрированы, либо нет. Если вы когда-то настраивали нашу телефон, вы знаете, что есть разные моменты настройки, они могут быть общие, касаемо какой-то модели, например. Вы можете сказать, что они должны использовать такую-то картинку рабочего стола. И бывает, вы пишете именно конфигурационный файл по MAC-адресу, в котором вы уже говорите, у тебя будет такой адрес SIP-сервера и такой-то логин и пароль. Также в системе FDMCS вы можете настроить задачи по времени, то есть вы можете настроить обновление прошивки, чтобы происходило ночью, например, или чтобы раз в месяц оно проверяло и слало вам какое-то уведомление, чтобы потом вы могли там зайти, либо вручную нажать выполнение этого задания, либо сделать повторяющуюся задачу на каждый месяц. Ну вот кратенько о том вот обслуживании, которое мы надеемся будет облегчено, что вы будете получать e-mail, уведомления или push-сообщения. Есть также возможность продиагностировать оборудование, то есть любой телефон, который подключился к FDMCS, вы можете на него зайти, посмотреть статус этих линий, вы можете снять даже картинку, которая располагается. То есть если вы системный администратор, и вам звонит секретарша, у которой не показывается номер, или что-то у него там какой-то значок на экране там загорелся, чаще это все убывает, D&D какой-то, то вы можете в этой системе прямо FDMCS зайти на этот телефон и посмотреть, что же у него сейчас происходит. Последняя часть – это задел на будущее, что то, к чему мы сейчас стремимся, что то, что мы дорабатываем в системе FDMCS, ну у вас у многих, наверное, возникает вопрос, что необходим некий API, то есть хорошо, что система управления есть, но если вы производитель ATS, может быть, у нас тоже производитель какой-то астериск, но новой станции, может быть, нас послушает и скажет, что он может добавить такой функционал, или самый популярный там FreePBX, компания SanGum, может быть, напишет какой-то модуль, который сможет интегрироваться в D&D SES, потому что вы сможете, как это сейчас модно, давать не просто продавать оборудование, а давать готовое решение. То есть вы производитель ATS станции, вы можете заниматься, еще продавать оборудование, заниматься коммерцией, и все, что вам нужно, это только знать MAC-адрес устройства. Либо клиент может купить наш телефон FanVille самостоятельно, либо вы можете сами ему продать, и у вас тогда уже будет на руках этот MAC-адрес. Клиент не будет знать, что такое IP-адрес, что такое пароль какой-то вам нужен, еще дополнительный. Он вам только присылает фотографию WhatsApp или Telegram этого MAC-адреса, и вы уже производите настройку этого телефона, и это как бы очень удобно. Поэтому, я думаю, такое IP очень будет полезно. Второй пункт – это более плотная интеграция с нашими домофонами. Мы, конечно, старались, и в системе FDMS, которая не клауд-версия, уже была возможность просматривать какую-то статистику входа устройств. То есть когда прикладывали карточку, можно было сами AirFit-карточки загружать или удалять. К сожалению, сейчас пока этого функционала нет, но я думаю, он должен в скором будущем появиться. Ну и также коллеги сказали, что у нас будет в функции заложены отельные телефоны, возможно, это будет какая-то загрузка, интеграция с популярными отельными системами, или загрузка, динамическое управление с кнопочками. Пока, к сожалению, подробности не знаю. Но предлагаю кратенько посмотреть веб-интерфейс. То есть я сейчас… Ссылка fdmcs.funwill.com. Я уже залогинился в системе. Значит, ну вот, первично вы попадаете в некий дашборд, в котором вы можете увидеть, сколько аккаунтов вы завели, сколько организаций добавлено. Вот можно увидеть, кто под кем находится, общее количество устройств, ну и увидеть, там зарегистрировано, есть у вас SIP-регистрация на провайдера, либо нет. Чтобы… Ну вот можно сейчас ради примера сделать добавление устройства. То есть первичность, с чего вы должны начать, это добавить адрес какого-то SIP-сервера. То есть мы переходим в SIP-аккаунт, переходим на вкладку SIP-сервер. Вот у нас здесь заведен провайдер задарма. Чтобы его завести, мне нужно было вбить имя, которое мне понравилось. Я вбил адрес SIP-сервера, указал порт, на котором он слушает, и протокол, по которому они будут взаимодействовать. Он добавился. После этого у меня появляется возможность уже вносить некие аккаунты. Вот я здесь ввел тестовый номер провайдера задарма. Пароль, видите, он уже скрыт. И когда я добавлял, у меня еще здесь не было назначено устройство, но сейчас оно уже как бы назначилось. Добавление аккаунта тоже достаточно простое. То есть провайдера мы выбираем из списка, который у нас был уже, вбиваем имя, которое будет отображаться на телефоне в левом верхнем углу. Это может быть именно какой-то DIT, либо внутренний номер, и непосредственно данные для аутентификации. Это логин и пароль. Ну и после того, как мы добавили SIP-сервер, добавили какой-то аккаунт, мы уже начинаем привязку именно телефонного аппарата. Вот у нас здесь привязан телефон X3SG для теста. Мы вбиваем MAC-адрес, причем он может быть регистрирован независимо. 3FF, так, 8 символов у нас должно быть. FFF, допустим, у нас такой MAC-адрес, тема, выбиваем тест-вебинар. Модель можем указывать, может не указан. То есть по умолчанию у нас только две линии доступны. Если мы укажем какую-то модель более высокого класса, у нас там до 20 SIP-аккаунтов может быть. Затем у нас список здесь расширится. И вот ставим галочку синхронизации системы FDPS, потому что, как я напомню еще раз, телефон при первичной загрузке, он у нас имеет приоритет, именно запрос на сервер FDPS. То есть у нас никуда он не пропадает, он все равно остается рабочим. И только потом уже, если сервер FDPS недоступен, у нас идет на запрос DHCP-сервера, либо широковещательный пакет TR-069. Мы регистрируем, выбираем сервер, выбираем аккаунт, который мы хотим добавить. И после этого нажимаем кнопку Submit. Формат адреса некорректен. Так, нам нужно взять какой-то... Ну, допустим, мы возьмем такой же MAC-адрес, только доменем на E4, тест-вебинар, на SIP-линию, провайдер такой, и аккаунт, который еще не использовался. Нажимаем Submit. Ну, на самом деле, я вчера добавлял без точек. Вот у нас сейчас Abnormal – это состояние, что такой телефон у нас не зарегистрирован. Как только он будет включен в сеть, он загрузится и сочетает конфигурационный файл. Проходясь дальше, сайт – это места, где будут установлены телефоны, потом эти телефоны можно будет перечислять, чтобы у нас, то есть, могут быть разные организации, разные филиалы, и потом мы в будущем администраторам, которые мы создали, мы можем им давать права именно на вот эти вот сайты, на некие места, в которых у этого администратора будет доступ. Вот говоря про конфигурационный файл, то есть мы можем здесь, как я и говорил, у нас разделение на общий конфигурационный файл, файл, который мы… часть, которая у нас свойственна MAC-адресу. То есть MAC – это уже про конкретный телефон мы даем, то есть на… когда мы здесь пишем конфигурационные файлы и загружаем, ну, наверное, вы сталкивались с нашими XML-ками, здесь мы указываем адрес SIP-серва, SIP-пароль, а в общем конфигурационный файл вы, например, можете скармливать телефонную книгу, например, вот она может здесь… то есть этот файл будет применяться группе телефонов, а по MAC-у у нас уже конкретный. Также, говоря о ресурсах, мы загружаем прошивки, которые мы хотим обновлять, либо обои рабочего стола, или там мелодии, о которой я говорил, то есть их нужно загрузить в систему, у нас здесь один гигабайт пространства как бы есть, и в будущем потом мы уже можем делать задачу, задачу делать с какой-то там периодичностью, выполнить ее сейчас, либо по расписанию, либо повторяющуюся задачу, и мы будем указывать, что мы создаем задачу-тест, что во столько-то мы должны начинать каждую неделю, и что мы должны пересгружать устройство, обновлять прошивку, или загружать актуальный конфигурационный файл. Под раздел у нас еще и уведомлений, но я еще раз повторюсь, что это не система мониторинга, и не нужно от нее там ждать каких-то сообщений в Telegram, или SMS, но настроить какие-то email-уведомления о проблемах, о событиях там с устройствами, это тоже возможно, тоже будет возможно. Ну и пункт последний по пользователям, что вы создаете пользователя, вы указываете, какие роли у него доступны, можете посмотреть, указать, что им можно, диагностировать устройство, редактировать аккаунты, редактировать компании, в которых, и ставить галочки, что вы позволяете потом применять эти роли к каким-то юзерам. И все действия, они также в системе фиксируются, потом вы сможете отфильтровать по каким-то компаниям, и посмотреть, кто же у нас такой нехороший, произвел какие-то изменения. Ну, собственно, это все описание системы FDMCS, то есть я надеюсь, все-таки люди будут ей пользоваться. Сейчас я посмотрю, какие вопросы вы мне написали. Если у вас есть какие-то вопросы, можете сейчас мне их задать, я на них отвечу. Также вы здесь видите наши группы ВКонтакте, группы Facebook. Пожалуйста, подписывайтесь. Я там раз в неделю, как минимум, выкладываю несколько новостей, новостей полезных. Мы в скором времени ожидаем вебинар по консольному телефону A32i. Это наш самый классный, самый дорогой, самый большой телефон FanVille с 10-дюймовым экраном на системе Android 9. Да, вопросов нет. Я вижу, что, может, все было более-менее понятно. Ну, еще раз напоминалочка, что данная презентация и инструкция по тому, как пользоваться этой системой, она, я, разумеется, не мог в рамках наших положенных 30 минут выложить, описать более глубокую настройку, которая возможна. но, я надеюсь, теперь вы знаете, что телефонный FanVille можно настраивать и по-другому и будете пользоваться нашим новым сервисом FDMCS. Я благодарю вас всех за внимание. Хороших вам выходных. До следующей встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok